доброе утро наши любимые подписчики последнее время у нас редко выходит видео и скорее все будет ну так пореже выходить в этот месяц возможно еще немножко в сентябре у нас гости и хотим уделить им внимание постоянно с ними куда-то ездим поменьше как бы по работе побольше всякие на всякий отдых ездим поэтому иногда просто уже не остается времени на видео а вовлекать своих родственников в этот процесс не особо хочется потому что они приехали отдохнуть зачем этот мне кажется для них это тоже стресс что вот сниматься но они же не обязаны да они же то есть это должно их собственное желание вот как бы они не против мы просто не хотим настаивать я вот так думаю сейчас мы едем в больницу плановый осмотр проводить идея я думаю все будет хорошо уже двадцатая неделя вот я поздоровался с ночными подписчиками нет разговаривают с ними подержи хочешь что-то сказать поделиться мы сегодня идем к врачу на прием плановый в общем все отлично у нас все замечательно все по плану да только вот с каждым разом как мы идем к врачу все цены выше и выше нет посмотрим сколько в этот раз скажут на осмотр уйти осмотр может какие-то типа выпишут рецепты если надо в общем состоянии все смотрят я что-то мне не заболел как-то у меня голос прихрип мы спим под кондиционером потому что на улице вот сейчас в августе очень высокая влажность мне кажется до этого не было такого что так влажно было на улице хочешь на балкон и ты как будто в хамаме и вещи на сушилке тоже не сушатся подолгу там сушить их этого если планируете отпуск выбираете между августом и сентябрем то я думаю лучше в сентябре приезжать более такая комфортная погода можно будет еще купаться полный но будет не так прям душно нас целом все устраивает мы все время танца не отключаем не жалеет главное чтобы он работал кстати заснимем для вас дорогу до больницы у нас в нашей больнице куда мы ходим не так далеко находятся так что если что нужно быстро добраться на машине даже пешком минут 15-20 пешехода не надо пропускать это морально не звучало но так и есть то есть ты начнешь пропускать 95 процентов не стоит пропускать нарушаешь общий этот хаос вроде бы хорошее дело делаешь но для всех остальных это неудобно они уже привыкли то есть этот говорят же со своим уставом чужой монастырь и лезть вот что-то примерно такое кстати для вас сейчас посмотрю погоду сейчас полдесятого утра нету почему да у меня интернет закончился продлить стоимость кстати можно купить чисто просто интернет то есть пакет покупаешь там минуты все остается вот интернет много уходим и можно через прямого банковское приложение турецкое ведь например 20 гигабайт за 100 лир это очень нормально по турецким меркам ну вообще мы за пакет интернета 9 гигабайт тысячи минут вот и сколько-то там сообщений мы платим 79 лир вроде да можно пользоваться ими месяц но бывает что чаще всего бывает что 9 гигабайт заканчивается раньше и приходится покупать новый пакет а оказывается можно просто гигабайты купить купить да в самом то есть в самом приложении этот например Тюльсель нельзя купить почему-то нельзя купить отдельные гигабайты а через банковское приложение почему-то выдает там список может и можно но я не понял как это сделать вот кстати наша больница Медикал парк красивая это все деньги пациентов на что они построили да это они кстати в разных городах и в Анталии по-любому ну точно есть в Анталии, в Стамбуле кстати в последний раз мы оплачивали я же не сказал цену за сколько мы его обычный прием стоит 1000 лир нам немножко скидочку делают там за 800 лир в последний раз мы ее оплачивали и в этой больнице есть небольшой минус что тут блин парковку фиг найдешь а вот нам повезло только что машина выехала сейчас мы сюда припарковаемся кстати везде покажи вот обязательно если вы на машине едете возьмите вот такую себе какую-нибудь камеру заднего вида потому что тут приходится парковаться прямо по миллиметражу в Турции да особенно если какой-то большой или курортный город когда много туристов чуть-чуть не рассчитал кстати в больнице опять ввели масочный режим нам выдали маски сказали обязательно в масках нельзя без них ходить значит как называется вот этот чек на турецком как макпус 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 или макпус расскажи про цены садись короче цена в этом месяце снова выросла в тот раз было 1000 нам сделали за 800 в этот раз 1200 нам сделали за 1000 с каждым месяцем все растет и растет вот это нас огорчает но ну что делать надо значит надо мы пришли нас попросили маски одеть выдали нам бесплатно сейчас идем к врачу надеюсь там все будет хорошо и это как бы мне не жалко на это деньги отдавать это того стоит то есть я уже начала беспокоиться что что-то она не чувствует двадцатая неделя она уже еще не чувствует шевеление вот ну вроде это как нормально бывает такое бывает просто первый раз она еще не знает как каково это поэтому все будет хорошо мы сейчас пойдем и убедимся в этом ребята мы приехали обратно себе домой потому что врач была операция она принимала роды сейчас уже 4 часа дня почти 4 сейчас мы едем на прием нам позвонили да сказали чтобы мы к четырем подъехали да нам что-то приехала скорая нам что-то плохо стало походу вот так выглядит скорая помощь там давление изменяет вроде парень молодой сходим на прием и потом и сообщим вам что да как да я знаю есть люди которые переживают за нас и причем даже не родственники ничего иногда пишут как у вас дела что вы давно не выставляете видео мы за вас волнуемся это очень приятно и поэтому мы ценим это и обязательно сейчас отпишемся мы сходили на прием к врачу сказали что все хорошо что проблем никаких нет нам нужно будет пройти какой-то тест в другой больнице потому что в этой больнице они не могут это сделать и все как этот тест называется это перинатолог вроде перинатолог он будет узи делать 3d скорее всего в общем мы сделаем другой больницу этот рядом тут city hospital называется туда сходим она нам дала карточку врача к кому пойдем и еще у нас этот врач наш врач переезжает в другую больницу в частную больницу вот сейчас я не знаю как будем решать идти за ней в другую больницу или здесь оставаться с другими врачами но но есть плюс что она потом при родах может мы можем например заказать грубо говоря роды в этой больнице приехать сюда и она врач тоже приедет и примет роды в этой больнице так можно делать тут все как бы деньги заплатил что хочет то и делаем вот и вообще будем думать у нее дальше осматриваться нельзя как ты хочешь у нас уже был опыт в прошлый раз мы ходили к другому врачу к мужчине потому что наш врач ее не было на месте она в отпуске была или что на месяц уехала и мы ходили к другому врачу ну как бы вроде нормально врач но что-то не то все равно друзья уже привыкла я думаю к этому врачу да и если в той частной больнице будет хотя бы такая же цена то в принципе почему бы и нет вот наблюдаться то можно и там там частная больница там я думаю меньше народу будет и меньше всех им может заразиться но все равно эти же больницы вот скорее всего да пойдем к врачу этому с ней в другой больнице друзья лайфхак очень полезный для тех кому нужно поменять валюту на лиры или наоборот самое выгодное место в Мерсине мы мы находимся ориентир скажу так Мерсин отель вот этот ориентир вот это до 400 там набережная там порт напротив зират банка есть такое вот такое вот место сейчас я вам покажу вот вот это место вот это место халид сейчас я до конца пойду не знаю халид вот это место здесь вы можете ну вот ребята я вот уже вышел сейчас я еще с другой стороны покажу вот там самый выгодный курс также если надо будет при каких-то ну обстоятельствах если надо большие вот халид колд называется вот это место я у них спросил а вы меняете ребята по рубли там какие-то азербайджанские монаты казахские деньги они говорят мы сами не меняем но мы можем как бы направить на тех людей кто меняет то есть можем найти людей то есть например если вы не можете на данный момент в России трудно получить наличку доллары можете приехать в рублях в принципе можно найти поменять получить лиры получить доллары в Турции на ваши рубли тенге монаты решаемый вопрос вот если там большая сумма они говорят ну в принципе мы можем заморочиться так естественно они на этом зарабатывают нормальную комиссию я думаю зарабатывают с этого вот но в крайних случаях когда нет возможности поменять вашу национальную валюту на доллары у вас в стране в принципе это можно сделать Турции опять же не везде никуда попало через доверенных лиц через доверенных людей где ну я например вот этим ребятам в принципе доверяю потому что я уже не раз менял и после например обмена валюты шел и ложил в банк то есть если бы что-то было например какая-то левая левые деньги там ну подделка или еще что-то это же может быть вполне вероятно вот если такое происходило бы то в банке не принимали бы соответственно ну я уже сколько раз так делал вложил в банк снимал то есть ну менял там и евро получал и доллары получал все нормально все без проблем единственное один раз у меня был такой момент что они свои печати ставят на доллары там например ну такой маленькая печать круглая там или какие-то слова там в форме печати на арабском когда слишком большая печать или она сильно заметная банк как бы с неохотой берет поэтому смотрите проверяйте купюры чтобы на них лишних каких-то печати цифр ничего не не было написано кстати в чаши вот здесь в районе чаши самый выгодный также вот этот халит голд есть напротив форма как-нибудь тоже за сниму покажу но самый выгодный тот же самый то есть отделение но в чаши выгоднее брать доллары евро и здесь всегда очень большие суммы хранятся то есть тут 100 миллионов долларов то есть такие большие суммы хранятся напротив форума иногда бывает что если большая сумма то там нет в наличии там приходится завтра а ты уже пришел с огромной пачкой денег тебе это ну совсем неудобно вот тем более сейчас когда курс упал ты там 100 тысяч рублей у тебя просто огромная пачка денег получается поэтому не всегда удобно напротив формы но здесь всегда в любой день можно прийти и хоть 100 миллионов поменять разменять на любую валюту я думаю в обратную сторону это тоже действует не есть я не знаю в каком случае вам например нужно будет рубли например у вас доллары на руках вы хотите рубли приобрести я думаю здесь можно это сделать но я не знаю каких ну всякое бывает ну обратная конвертация я думаю тоже возможно здесь в Турции вот и с большей охоты тоже поменяют вот друзья так вот так проходят наши дни там что-то валюту поменять у меня скоро отец приезжает ему там на дорогу на все дела на расходы вот пока особо чего-то глобального не прох не происходит каких-то других измен чтобы изменений точнее чтобы вам заснять что-то такое что ближайшие планы какие у нас есть куда съездить сейчас и ездить мы далеко не можем потому что все сложнее и сложнее Ильзе приходится то есть поддаются вот эти километры на автомобиле вот и ну дорога это тоже своеобразный такой риск вот ездить на машине всякое случается поэтому не хотим подвергать Ильзе дополнительным рискам вот поэтому мало путешествуем мало ездим куда-то в основном дома или ну 20-30 километров отъедем куда-нибудь и то уже и тогда плохо становится поэтому ну там на море ездим пока что дома и походу чем дальше тем больше мы будем дома проводить время вот хотя понимаем что надо ей гулять ходить куда-то ну мы вниз спускаемся в бассейн это полезно вот и последнее время что-то сильно жарко и скорее даже душно вот на улице сейчас такая погода прямо сильный душняк вот но ничего как бы я думаю в сентябре будет более приятная погода спасибо в общем за внимание если дальше не будет видео возможно будет посмотрим что с нами приключится дальше и эти чувак мы с ним только что вместе вышли у него пакете 500 тысяч лет просто чувак пакете идет понимаете насколько общество доверяет друг другу даже в таком месте насколько тут безопасно ходить так вот с деньгами или или ребята вообще бесстрашные или или очень безопасно общество тут очень интересно что это что это не Продолжение следует...